МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТАЛЕТОВ! Увидите. Дэн, стой! Сапогов, ну сколько ты будешь вошкаться? Нам на метро еще топать. Ты прикалываешься, что ли, на метро? Куда я с этой себе вортуру поеду? А как ты предлагаешь нам успеть? У нас 20 минут времени. Привет. Привет. Школа модель на втором этаже. Нет, нет, нет. Послушайте, меня зовут Глафира. Разлогова Глафира. Вы ведь брали интервью у Олеси Светозаровой, правильно? Да, я Денис Столетов. Это мой фотограф Ваня Сапогов. Очень приятно. Такой жена Разлогова? Да, я жена Разлогова. Пожалуйста, поговорите со мной 10 минут. Глафира, я понял, о чем вы хотите поговорить. Поверьте, ни я, ни Сапогов, никакого кольца никто не брал. Пожалуйста, мы профессионалы, понимаете? Мы журналисты, они гопники. Мы не привыкли. У кого-то что-то так красть. Вот оно, это кольцо. Вот его украли. Вот это кольцо украли. Подождите, откуда оно у вас? Оно всегда было у меня. Так это вы его украли, что ли? Нет, я его не крала. Это кольцо подарил мне мой муж Владимир Разлогов. Пожалуйста. Прекрасно, кольцо нашлось. До свидания. Денис, Денис, послушайте. Пожалуйста. 10 минут. 10 минут. Я больше времени у вас не отниму. Глафира, пожалуйста, послушайте меня. У нас просто нет времени. У нас очень важная съемка. Мы никак не успеваем. Ну, пожалуйста. Давайте я вас подвезу. Куда вы нас подвезете? Вы понимаете, что такое съемка? Она может затянуться до 12 часов ночи. Денис, давайте я вас подвезу, а вы со мной поговорите. Денис, пожалуйста. Смотрите, сейчас. Ну, а Паша реально как сволочи. Правда. А кого снимаете? Спасибо большое. Мы режиссера Красавина Даниила. Да. Ничего себе. Самого Красавина. Давайте бегом. Правда. Ну, сумка. Вера! Вера! Ой. Вера, ну я тебя зову, а ты... Да, я не сию секунду поднялась, а чё это у меня в ухах? Садись, моя хорошая. Как будто тихонько гудет. Чего-то. Ничего не слышу, а не гудешь. Вот что-то вот. Вот если бы ты по ночам не шлялась, вас бы в ушах не гудело. Да ладно. Вера Васильевна, вам нужно принять ещё одну таблетку. Ой, да я уж... Нет, вам нужно принять ещё одну таблетку. Верочка, послушайте меня. Я сегодня уезжаю. Мне не хочется, чтобы вы расклеились. Я, Боже, упаси. Я не люблю ваши старушечные причуды. Я прошу вас, выпейте таблетку. Смысл лечения в регулярном принятии таблеток. Вот почему вас гудит в ушах, знаете? Нет. Или голова болит. Не понимаете? Нет. Потому что у вас повышенное давление. И вам нужно пить таблетки. Я умоляю вас, Верочка, вы нам очень нужны. И я прошу, выпейте. Ну, я вообще-то не люблю. Чёрт там таблиеры! Я уже взяла. Всё? Всё, Вера. Всё. Теперь идите. Вам нужно отдохнуть. Поспите. Идите, вы уже надоели мне. Я там вам сумочку собрала, как всегда. Ватрушечка сверху тёпленько лежит. Спасибо. Спасибо. Идите. Ну, что ещё? Что ещё? Да провожу вас, как всегда. Всю жизнь провожала. А то-то… Вера, Вера Васильевна. Идите уже. Вера, Вера. Ты сам знаешь, куда я еду. Вот таблетки. Их три штуки. Ты должен ей дать. Ты мне обещаешь, это нужно непременно. Непременно? Прослежу. Доброе утро, Варвара. Ну что, сегодня об убийствах по телефону никто не сообщал? Нет, Марк Анатольевич. Кофе мне сделайте, пожалуйста. Добрый день. Мы корреспонденты с журналистом здесь. Ты что, ждать вас прикажете, да? А вы опаздывать изволите? Пошли вон. Извините. Даня, приглашай гостей в дом. Сама приглашай. Ты еще раз тебе говорил, ну не нужны мне эти сволочные журналисты. Не нужны. Здравствуйте. Позвольте. Разрешите? Благодарю. Опаздывать нехорошо. Не прошу прощения. Скажите, пожалуйста, прошу прощения. Вот если бы вы сейчас сказали, извините, я бы вас выгнал. А как вас зовут? Глафира. Скажите, пожалуйста, Глафира. Глафира. Это Денис. Да-да. Денис будет брать у вас интервью. Это Ваня Сапогов. Ваня Фотограф. А вы знаете, нам никто не нужен. Помните романс? Нам никто не нужен. Мы будем петь и смеяться, как дети. А дальше знаете как? Мы будем петь и смеяться, как дети. Да. Среди упорной борьбы и труда. А дальше? Ведь мы такими родились на свете, чтобы не сдаваться нигде никогда. А кто написал? Это Лебедев Кумач. Если я не ошибаюсь, это 1934 год. Марш веселых ребят. Только там не будем, там можем. Ну да. Мы можем. Мы будем. И будем непременно. Нет, вы не правы. В тексте по-другому. Мы можем петь и смеяться, как дети. Среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, чтобы не сдаваться нигде никогда. Господи, какая умница. Конечно, умница. Сразу видно, умница. Не актерка, нет. Актерки, актерки дуры. Куда только мозги деваются. Хорошо, если в талант. Позвольте. Да. Да. Чудная фотография. Давно это было. Марина Нескарова. Любимейшая из моих учениц. Вот только жаль, что... Что? Все ушло в талант. На жизни Господь ничего не оставил. Один сплошной талант. Ну что, мы готовы начинать. Давайте садитесь в это кресло. Сделаем первый кадр в эту сторону. Да. Марк Анатольевич, вам пришла Елена Степанова. Кто пришел? Какая Елена Степанова? Вы проходите, пожалуйста. Одну секундочку. Куда проходите? Что происходит? Объясните, пожалуйста. Елена Степанова — это кинолог. Ну что ж, какой кинолог? У нас что тут, собачий клуб, что ли? Она привезла собаку Разлогова, Димку. Здрасте. Я вот не знаю, что мне с Димкой делать. Вы поймите, я бы его себе оставила. Ну, он так тоскует, сил моих нет. И собака очень дорогая. Содержать дорого, мне не потянуть. Как же эта собака у вас оказалась? Позвонили, попросили передержать. Но я приехала и забрала ее, вот и все дела. А теперь звоню-звоню, а никто не отвечает. То есть вам Глафира позвонила и попросила, чтобы приехали и забрали, да? Да. А на участке не было никого? Нет, никого не было. Димка один был. А как же вы попали на участок, если там не было никого? Так у меня же вот, он ворота открывает. Мне его Володя дал, еще когда Димка маленький был. Вы говорите, что телефон Глафира не отвечает. В смысле, она трубку не берет? Выключен он. Вне зоны действия сети. Я сначала думала, что не до чего человеку. Но уж не до собаки точно. А он все вне зоны, да вне зоны. Елена, скажите, пожалуйста, а какого числа вы забрали собаку? Третьего. Третьего. Третьего Разлогов как раз умер. А собаку вы забирали днем? Утром. Около одиннадцати. Собака бы никогда никого к нему не подпустила. Ага. 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 А это Глафира вам часто звонила, да? Нет, Володя чаще звонил. Так что мне с собакой-то? Я думала, вы знаете, где Глафира и как-то с ней свяжетесь. А дайте мне, пожалуйста, и номер телефонного, который у вас есть. Я попробую ей дозвонить. Записывайте. Алла. Алла, Глафира Сергеевна, здравствуйте. Тут до вас дозвониться не могут. Кинолог очень просит, чтобы вы приехали и забрали собаку. которую вы ей отдали. Вы что, с ума зашли? Нет. В офис приезжайте, пожалуйста. Что тут такое? По всей Москве собаку развели. Невозможно ходить. Столько людей уже искусало. Красавица. Марк, за что вы меня так ненавидите? Что я вам сделала? Да с чего вы ее взяли-то? Мне до вас вообще никакого дела нет. Пойдем, Димка. Пойдем. Пошли. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Как чудесно! Вы поёте! Спасибо! Спасибо! Ты продаёшь за всё? Продаете! Продаете! Да только никто не пиарёт! Да не тысячу, пожалуйста! Держи! Спасибо! Я возьму шарфик у вас, хорошо? Забирай! Забирай, Доча! Носи на здоровице! А глянь-ка! Красиво так, а? А шерсть-то? Шерсть! Чистый каракуль! Спасибо! Носи на здоровье! Спасибо большое! Вам спасибо! Спасибо Бог! Спасибо Бог! Спасибо тебе! Да ладно! Ты такой молодец! Спасибо, что ты его купил! Это же не шарфик, это настоящая мечта! Да! И потом! Ну, представишь, бедняга, что он там сидит? Никто у неё ничего не покупает! Глаш, всех не спасёшь! Я же не про спасение! Нет, я вообще не про это! Спасать никого не надо! Надо приободрить! Приободрить? Приободрить! Ну, смотри, тебе это вообще ничего не стоило! Тысячу рублей! А для неё столько радости! Да, я покрею! Ладошки замёрзли! Приободрить, говоришь? Ты чего? Ничего! Странно всё это, конечно! ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ МНОЙ И ТОБОЮ! Горкой покроет время, залечит! Господь режиссёр на пару с судьбою! Дарит нам новую случайную встречу! Послушай, милая, ты Альфа с Омегой! СПОКОЙ СИГНАЛ И чистый свет, большая, послушайте, белья Я герстами довезли Привет! Здрасте! Привет! Спасибо, что пришёл в субботу с утра! Всё такое ранее! Да ничего, мне не привыкать! Я часто рано встаю, работаю по субботу! Ой! Я чего-то сплю! Обычно по субботам, но сейчас не получается! Давай завтракать! Потому что что-то на голодной желудок как-то разговаривать не особо! Сейчас я... Можно вас? Случилось что, Варюха? Мне эту кружку разлогов подарила! Ну, ладно, Варюш, ну что ты убиваешься, а? Ты чего такую ранее скачала-то? В субботу-то? Ну, ещё бы поспала! Сегодня что, суббота? Ну, ты, Варюха, совсем... Совсем тебе голову заморочили на этой твоей дурацкой работе! Блинчиков хочешь, я спеку, а? Ну, ты маленькая была! Так, как любила! Ну! Ну-ка! Давай-давай-давай! Ну! Папа, посиди со мной, а! Папа! Попробуй! А! Ну-ка А, ну-ка! Пап, у меня на работе проблемы, а ты влюбилась. Если ты хочешь знать, я никогда ни в кого не влюблялась и ненамеренно сделала сейчас. Пап, ты чего? Папа, нет, нет, ничего, ничего. Я-то думал, что у тебя того любовь нарисовалась неподходящая. Но я думал, что ты там на своих верхах влюбилась в какого-нибудь негодяя, а он тебя знать не знает и знать не желает. Негодяи? Эти негодяи работают день и ночь, как папа Карло. Да не волнуйся, в негодяя я не влюбилась. Да ладно. Добро были бы там люди хоть нормальные. А то ведь, ты прости, Борюх, но ведь это же нечисть всякая. И погубить хорошую девушку ничего не стоит. У них это вроде как игра такая. Пап, я для них никто. Это для тебя я самая распрекрасная. А там у меня просто пустое место. Мне кажется, Волошина же до сих пор не знает, как меня зовут. Тьфу. Ну, ты луч. Папа, что в этом хорошего? А то Вадим ко мне к клине подбивает. Киски сэ Вадим? Вадим сэ шофер. Шофер. Да. Да. Причем здесь шофер? Да ни при чем, пап. Ни при чем. Шофер к твоей дочери тоже не подходит. Как-то мелко, да? Уже получается мезальянс. Получается, там волки кровожадные, тут овцы тупые. И я посередине. А что случилось-то все-таки? Да ничего не случилось, пап. Разлогова убили. И Волошин так странно себя ведет. Я даже не знаю, что думать. Денис, Марёша. Расскажи мне обо всем. Денис, а… Простите, а можно сразу? Я попрошу назвать меня Дэн. Так вот, Дэн. Угу. А вы помните это кольцо? Да. Оно всегда было у меня в шкатулке. Всегда. Его оттуда взяли и туда же обратно положили. Кольцо существует в единственном экземпляре, я уточняла у ювелира. Так, и что? Откуда взялись те фотографии? Я понял. Мы с Сапоговым работаем вдвоем. Я журналист, он фотограф. Мы не воруем. Мы не берем чужого. Мы профессионалы, понимаете? Дэн, 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 подождите. Послушайте, я вообще сейчас не пытаюсь вас уврекнуть в какой-то нечистоплотности или в воровстве. Я вообще даже не про вот эти фотографии сейчас спрашиваю. Меня интересует конкретно вот это. Эти фотографии сделали мы. А вот этот на пляже, он из архива. Олеся, наверное, сама его дала. Я не знаю. То есть это не ваша работа? Нет. А кто принимает решение по поводу фотографий в статье? Ну, тут бывает по-разному. Бывает, что фоторедактор выбирает материал, потом главный утверждает. Ага. Бывает так, что главный сам выбирает, утверждает и дает фоторедактору, он их ставит. А вот в этом конкретном случае как все происходило? В этом не знаю. Не знаете? Угу. Денис, Дэн, вспомните. Это очень важно. Если я узнаю, откуда взялась эта фотография, очень многое станет на свои места. Ну, а что тут такого? Пляж, Олеся и ваш муж, да? Странно, как раз вся эта комбинация. Понимаете? Мой муж, Владимир Разлогов, был сложный человек, но он славился тем, что всегда, всегда выполнял правила игры. Они заключались в том, что он никогда не возил своих девиц на курорты. Угу. Именно во избежание появления вот таких фотографий. А я никогда не приводила кавалеров к нам в дом. Ясно. Понятно. Что? Да все понятно. Правила игры. Очень интересно. Какое благородство, а? Он никогда не возит девиц на курорты, а она не водит кавалеров к себе домой. И не спит с ними на его кровати. Как это? Какая тонкость чувства? Какие взаимоотношения? Денис, Денис. Да? Вы сейчас не о том говорите. О том мы говорим. Вы поймите, что даже со стороны предслужа даже противно. Это же ложь. Ложь, которая порождает другую ложь. Вы все время врали своему мужу. А он вам, может быть, даже верил. Скажите, вот чем вы отличаетесь от этой вот Олеси? Да ничем. Вы такая же. Просто даже хуже. А хуже, потому что вы еще и притворяетесь. Так. Вы притворялись. Вы чего так завелись? Я почему завелся? Потому что вчера вы тоже притворялись. Мне Дунаевского цитили. Ну, во-первых, это был Лебедев Кумач. Какая разница, Лебедев Кумач. Суть в том, что когда первый раз вы хотя бы даже узнали про то, что он с какой-то девицей вам изменяет, вам надо было гнать его прочь от себя. Гнать, гнать пинками. А вы что сделали? А вы его оправдали. Он такой, знаете, честный. Это какая-то такая своенравная честь. Это малодушие. Это все деньги. Деньги, которые вас тянут. Вы такая же, как эта Олесьева. А я думал, что все иначе. Ну, я вот сейчас не знаю, зачем я буду выворачивать перед вами душу. Ну, хорошо, я скажу. Я первый раз, когда в разлогов мне изменил, я устроила скандал. Истерику. Это было отвратительно. Мне до сих пор за нее стыд. Я забирала чемодан, тащила его к двери, говорила, все, не подходи ко мне больше никогда, никогда. Потому что, потому что ты мне больше не нужен, ты мне отвратитель. И все те же самые слова, которые вы только что мне сейчас сказали. Он, знаете, что ответил? Он сказал, подожди. Подожди чуть-чуть. Уйдешь. Только в тот момент, когда встретишь мужчину своей мечты. И как встретила? Да. И ушла? Нет. Почему? А потому что мне долгое время казалось, что разлогов и есть мужчина моей мечты. Потому что я даже сказала ему однажды об этом. И я увидела ужас в его глазах. Он сказал, что никогда в жизни не поверит больше ни одной женщине. И я не исключение. Он сказал, чтобы я не лезла к нему со своей любовью. Он сказал, что в его жизни может быть только одна единственная женщина. Но эта женщина никогда, никогда, никогда не будет с ним. Знаете, про кого он говорил? За свою бывшую жену. Варина. Вон будет у меня машина. Повезу тебя в Ленинград. А значит, путь у нас будет такой. Едем через Тверь, Торожок, Вышний Волочок, минуя Выдропушск. А значит, а почему? Нужно ехать в Эдропушск, попужрать в Эдропушск. Потом в Великий Новгород. А там и рукой подать. М? Это хорошо. Хорошо, что ты умер. Все. Уеду в Париж, покупаю квартиру на улице Монтень, гуляю по бульварам. Глафира, объясните мне, зачем тогда вы с ним жили? Ну, в чем смысл? Вы врете ему, он врет вам. Зачем? А смысл в том, что никто никому не врет, Денис? Вы просто не понимаете. После того первого раза мы заключили соглашение. Правила очень простые. Мы их придерживались. Именно поэтому такой фотографии не может существовать в природе. Знаете, что такое ваше все эти правила? Это предательство. Блудное сожительство называется. Денис, я запомню. Давайте вернемся к нашему разговору. Нет, теперь уж вы меня послушайте. Я когда вчера приехал домой, после нашего с вами разговора, вчерашнего. Я думал. Думаю. Все эти девы, это, ну, это дуры. Глупости какие-то. Но вот мы вчера поговорили, я решил, что вы все-таки глафира другая. Что вот у вас какое-то есть нудро, которое я, в принципе, могу понять. Во-первых, не придумывайте себе ничего. Во-вторых, хватит страдать. Кто? Я страдаю? Я не страдаю. Я тут... Вообще не страдаю. Пожалуйста, помогите. Мне нужна ваша помощь. Давайте узнаем, откуда это взялось. Откуда взялась эта картинка? Денис. Я понял. Дэн. Дэн. И мне нужна ваша помощь. Хорошо. Смотрите на меня. Помогите мне. Да, с удовольствием. Я не знаю, откуда взялась эта фотография. Узнайте. Ну, ключ-то есть. Только он не подходит. Он один в один такой же, какой был раньше. Значит, его поменял кто-то? А как это можно, Варь? Я сама не знаю, пап. И главное-то зачем? И мне кажется, что Волошин знает что-то такое, от чего он сильно нервничает. Только что... Это уже не твоего ума дело. Ну, как не моего, пап? Ну, как ты не понимаешь? Если у нас сначала все было очень нехорошо, а потом резко все стало очень плохо. Рубара. Вот что. Ты... Это не твое дело. И ты туда не лезь. Этого еще не хватало, чтобы ты по молодости, да по неопытности в какую-нибудь вляпалась. Да, отличная идея, пап. Спасибо. Пусть все оно горит синим пламенем, а я пока поеду с Вадимом на каруселиках кататься. Да? Какие карусели? Какие карусели? Каким Вадимом? Пап, а чем пахнет? Ничем. Я не курю. Это не сигареты, это сковородка. Ай-яй-яй. Какой-яй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Линолеум только постелили. Мама будет ругаться. Конечно, будет. Пап, ты так и будешь сидеть? А что делать? Да наплевать на линолеум. Да. Пойди, наплёй. Мама будет сердиться. Посердиться и перестанет. Варюша, а ты не думала, что? Откуда мог взяться второй ключ? Я не знаю, пап. Он фирмы Триодот. У нас только один сейф. Это и нам плане. Значит, сейф один и ключ один. Постой, пап. Конечно. Есть ещё один такой же сейф. У Разлогова на даче. Мы заказывали два сейфа. Один на работу, другой домой. Аня, это твой Волошин волк. Он, наверное, сам как-нибудь случайно перепутал и забыл про это. Пап, ты или сумасшедший, или... или гений. Вдруг оттого он убил разлогу. Марья, ты мне эти штуки бросил. Насмотрелась, понимаешь, дефеки его своих. Пап, ты что? Ничего. Увольняйся. Немедленно. И чтобы завтра подала заявление об уходе. Чтобы духу там твоего больше не было. Как ты так нервничаешь? Давайте у Лерьянки накапай. Накапай. Не нравится мне всё это. Понимаешь? Не нравится. Все эти ключи убийства тебе по телефону. Угрожали? Папочка, миленький, мне никто не угрожал. Мне просто позвонили и сказали, что Разлогова убили, а он не сам улет. Варвара Евгеньевна. Евгений Васильевич. Вера Васильевна, с благополучечным приездом вас. Спасибо. Ваши крючки, пожалуйста. Спасибо, Василия Андреевна. В лучшем качестве, Вера Васильевна, в лучшем качестве. Присмотрел по высшему классу. Перед розовеющим закатом я прохожу ступень и ряд. Перед розовеющим закатом я прохожу ступень и ряд. Перед розовеющим закатом а я прохожу ступень и ряд. Перед розовеющим закатом а я прохожу ступень и ряд. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты, моих хороших, При трозовеющем закатом и прохожу ступенью рядом. Ой. Привет, Варь. Привет. Тебя Марк Анатольевич прислал, да? Мне на работу надо ехать. Никто меня не прислал. Я тут мимо ехал. Дай, думаю, заеду. Вот. Ой, спасибо. Я хотел тебя пригласить прогуляться. Ну, покататься, в смысле. Пап, это Вадим. Очень приятно. Чего? Ну так что, погуляем? Почему ты мне позвонил-то даже? Да я тебе звонил раз десять. А у тебя телефон абонент, не абонент? Абонент, не абонент. Когда кинолог звонила Глафире, она не могла дозвониться, потому что телефон был выключен. А Марк звонился сразу же. Потому что это был номер-то не Глафиры. Пап, почему я шар желтый такой? А, спасибо. Я поеду и погуляю с Вадимом. Ладно? Все, скоро увидимся. Поехали. Вадим, мне нужно, чтобы ты меня срочно отвез к Волошину. Ты знаешь, где он живет? Чего? Как кольцо выпало на палец Колеси? Как оно потом вернулось обратно ко мне? А самое интересное в этой ситуации, как и кому нужно было делать такую сложную комбинацию? Не знаю. Когда ты сможешь узнать, кто поставил фотографию с пляжем в номер? А, это когда Сапогов проснется. Он по выходным спит до трех. Звони, проверяй. Недоступно. Так, что у нас есть? У нас есть то, что кольцо могли взять только три человека. Это я, Прохоров и Разлогов. Прохоров? Значит, я был прав. Вот интересно, ему не обидно Прохоров-то? Он работает в издательстве, которое купил Разлогов. В то время как жена Разлогова, то есть ты… Дэн… В то время как жена Разлогова, то есть ты, является его любовницей. Но отношений у них, так скажем, не обязательно. Дэн, ты что еще сделаешь? Прости, можно я это говорю? И ты от Разлогова уходить к нему, к Прохорову, не собираешься. Сплошное поражение. Как только ты все узнаешь от своего Сапогова, сразу же звони мне. Просто сразу. Вот моя карточка. Что это такое? Кандидат физических нагрузок? Класс. Класс, Дэн. Кандидат филологических наук. Да, Суворина. А почему Суворина, а не Разлогова? Это же я Суворина. Я просто говорю о том, что я Разлогова, потому что это удобней. Меньше вопросов. Сам Разлогов всегда мне так представлял. Галафира Разлогова – моя жена. Это логично. Вполне себе логично. Так, мне нужно, чтобы ты еще позвонил в одно место. Давай прямо сейчас и позвоню. Нет, сейчас прямо не получится, потому что… Так. Ай, я растяпа. Ладно. Номер записной книжки. Записная книжка у меня дома. Живу я не близко, поэтому тебе придется поехать со мной. Не переживайте, обратно отвезу. Ну, в общем, давай съездим и позвоним. И ты не переживай, я сам вернусь, не маленький. Хорошо? Хорошо. Кому звонить-то буду? О, сейчас, секунду. Звонить нужно одной бабусе. Бабуся? Да, бабуся и гуся. Но это не важно. Вставай, поехали. Варь, Варь, ну зачем мы сюда приехали? Поедем отсюда. А, Варь, поехали. Вадим, спасибо большое. Но ты не жди меня, ладно? Да я тебя здесь подожду. Вадим, не надо. Здрасте, Марк Анатольевич. Здрасте. Что случилось? Извините меня, я просто поняла, где может быть второй ключ. Но у нас сейф не открывается. Извините, я вижу, что они вовремя. Я… Я, конечно, не ждал гостей, но… Проходите, раз пришли. Спасибо. Марк Анатольевич, я тут подумала, что ключ, который не подходит к нашему сейфу, может быть, от того сейфа, который у Разлогова на даче. Ведь сейфа было два, и ключи от них одинаковые с надписью «Триадот». Я подумала, что их могли перепутать случайно, понимаете? А слушайте, что вам надо? Мне ничего не надо. Зачем вы приехали? Ну, как? Я приехала из-за ключа. Я же говорю, я подумала, их могли поменять случайно. И про второй я вспомнила только сегодня утром, ну, в суматохе. И нам нужно просто поехать к Глафире Сергеевне, поменять ключи местами. И наш сейф снова будет открываться, и все останется в свои места. Что вы искали в кабинете Разлогова? Я искала ключ от сейфа. Ведь не мог же он просто так пропасть. А про второй я только сегодня утром вспомнила. А зачем вам ключ от сейфа? Как зачем Марк Анатольевич? Если он пропал у меня из-под носа. Значит, я плохо делаю свою работу. Ну, куда он мог деться? К тому же вы из-за него так переживали. Я вообще не беспокоюсь. Ну, как же нет, когда я видела, как вы вернулись на работу тогда ночью. И что с того? Если вы так разволновались, значит, ключ это очень серьезно. Я пыталась его найти, найти я его не смогла. А про второй только сегодня утром вспомнила. Послушайте, вы лезете не в свое дело. Я никуда не лезу, Марк Анатольевич. Я просто делаю свою работу. А если вы боитесь… Я ничего не боюсь. Если вы боитесь, что я узнаю что-то, чего мне знать не следует, то это значит… Это значит, что… Значит, что вы не тот, кем вы прикидываетесь. А кем я прикидываюсь? Порядочным человеком. И папа был прав. Вы не люди, а волки. Папа Римский вам сказал, что я не человек, а волк. Извините, Марк Анатольевич, я поеду. Вы можете меня уволить в понедельник. А я вас уволю. Именно в понедельник, как вы и попросили. Значит, перепутать ключи мог только я. Да? Знаете… А ведь именно я их и перепутал. СИГНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Уф… СИГНАЛ ИЗ flame – Марк Анатольевич, вам плохо? Давай я тебе водички налью, Марк Анатольевич. Ничего не надо. Марк Анатольевич! Марк Анатольевич! Марк Анатольевич, вам плохо? Мне нормально. У вас есть аппарат для измерения давления? Зачем вам? Я бы измерила вам давление. Не надо. Если хотите помочь, вон там, волокардинами накапывайте лучше. Вы знаете, сердцем шутки плохи. Марк Анатольевич, вы помните тот номер Глафьеры Сергеевны, до которого не могла дозвониться кинолог Лена Степанова, которая собаку привезла? Дальше что? А дело в том, что это номер-то был не ее, не тот. Держите. А что значит не тот? Можно мне сесть? Посадитесь. Дело в том, что не может быть такого, чтобы Глафьера Сергеевна отдала собаку и не забирала ее. К тому же трубку она всегда брала, она всегда отвечала на все звонки. Именно поэтому я и уточнила номер у этой Лены. И оказалось, что это действительно номер Глафьеры Сергеевны, но только старый. Помните, когда она потеряла свой телефон и разлогов еще Вадима посылала за новым? Нет. Вы не помните, но я помню. Так вот, если предположить, что Глафьера его не теряла, а его у нее украли, то значит… То значит что? Значит, что кинологу звонил кто-то, кому было очень важно, чтобы собаки не было на участке. И чтобы все подумали, что это именно Глафьера Сергеевна позвонила. Смерть Разлогова была выгодна только одному человеку, его жене. Марк Анатольевич. Марк Анатольевич. Да у нее действительно украли телефон. Я помню, как Разлогов ругался. Я помню, как он ругался. Я все помню. Все-то она помнит. Все помнит. Это для вас все мелочи, а для меня вы и Разлогов, вы как… Как боги? Слушайте, что вы несете, боги? Мы вон со своими земными делами разобраться до сих пор не можем. Разлогов умер, у меня все из рук валится. Ничего поправить не могу. Боги. Так я же и хочу вам помочь, Марк Анатольевич. Я как только подумала про ключи и про телефон, сразу к вам поехала. Что мы будем делать, Марк Анатольевич? Так… Я сейчас поеду к Глафире. Видит бог, я этого не хотел, но, видимо, надо. Не знаю, как объяснить потерянный телефон, но это важно. Я вас одного не отпущу. СМЕХ Ларя… Я поеду с вами. Не валяйте, дурака. А как вы объясните Глафире Сергеевне, что полезли в домашний сейф Разлогова? Послушайте, вам все это вообще зачем нужно самой, а? Я давно живу одной жизнью с вами. Мне своей-то никакой нет. Вам, конечно, все равно, но это для меня самое главное. И вам наплевать на то, что я хотел украсть там из сейфа Разлогова, да? Нет, ну, мне интересно, конечно, но… А может, это я его убил? И вам мужской голос звонил, говорил об убийстве, да? Вы не могли его убить. Почему это вы так уверены в этом? Потому что в тот день Разлогов уехал первый. Вы всегда уезжаете по очереди у меня в компьютере, в расписании, все сохранено. В тот вечер именно вы задирались на работе. А я уехал и вернулся обратно, чтобы алиби себе обеспечить. А вы к стулу непривязанный могли пропустить, а? Вам звонила ваша жена из Америки, я вас соединяла. Вы с ней говорили долго, минут сорок, а то и больше. Если бы сразу после этого вы сорвались и поехали убивать Разлогову, вы бы все равно не успели. Я с ней говорил по поводу условий развода. А в это время Разлогову убили как раз. И документы пропали в это же самое время. Так, я пошел одеваться. Будьте готовы, пожалуйста, через пять минут. Играет музыка. Играет музыка. Редактор субтитров. Екатерины В. honors. Продолжение следует...